Мы продолжаем знакомить зрителей с работниками ПАО ММК, которые на днях встретились с Владимиром Путиным и задали президенту волнующие их вопросы. Один из них касался реализации федерального проекта «Чистый воздух». Он призван к 2024 году изменить ситуацию в промышленных городах России. О том, как, по мнению президента, нацпроект отразится на жизни магнитки и о личных впечатлениях от встречи с главой государства, рассказал председатель Союза молодых металлургов Олег Ежов. К встрече с главой государства готовились очень основательно, рассказал Олег Ежов. Узнав о том, что президенту можно будет задать вопросы, накануне актив Союза молодых металлургов устроил настоящий мозговой штурм. На этой встрече было решено поднять самые злободневные проблемы, которые волнуют разные слои населения. Ну, как всех интересует, это в первую очередь недостаточно в садиках места, задавала Светлана, если я не ошибаюсь. Потом обучение в высших образовательных учреждениях, соответственно, мы все ездим на автомобилях, значит, это связано с бензином. Ну и немаловолнующий вопрос про экологию нашего города, потому что много молодежи не в курсе, что здесь происходит. То есть, собираются только жалобы, что комбинат все портит, все загазовывает. Несмотря на такую подготовку, волнение перед встречей просто зашкаливало. Однако, в силу уважительных причин, прилет в Магнитогорск главы государства перенесся с обеда на вечер. Это дало возможность успокоиться, а позже и составить первое впечатление уже не о президенте, а человеке Владимире Путине. Ну, Владимир Владимирович, насколько мне известно, с утра был и в Иркутске был, и в Братске был. И сдержал свое слово, приехал к нам в Магнитогорск. Это еще один факт, что он сказал, получается, он сделал, да, он пообещал к нам приехать. Он приехал, независимо от того, поздно это было или не поздно. По его взгляду, видно было, что он реально уже устал, потому что время было вечернее, взгляд уставший. Но он не уходил от ответов, ответил на все поставленные вопросы. И для меня его пример очень уважительный такой. Сильное впечатление произвело и само общение. На все вопросы отвечал он четко, правдиво, как мне показалось правдиво, без запинок, естественно, располагающих себе человек. На себя Олег Ежов решил взять вопросы, связанные с экологией, отвечая на которые Владимир Путин четко дал понять, для него это одна из приоритетных тем. Вопрос был в таком ключе, что был нацпроект, вернее, нацпроект, есть майский указ президента, где он сказал, что нужно улучшать экологию. Я его спросил, что планируется именно в нашем городе по нацпроекту. Соответственно, Владимир Владимирович сказал, что будет комиссия, будет квотирование, будет отслеживаться именно, как выполняется проект и будет ли на самом деле к 2024 году снижение выбросов. То, что это не пустые обещания, президент России доказал своим визитом в Магнитогорск, куда прилетел уже около 10 часов вечера, чтобы лично запустить важный для города производственный объект. Запуск аглофабрики очень сильно повлияет на экологию нашего города, потому что будет намного меньше выбросов. Поэтому, когда Владимир Владимирович дал запуск пятой аглофабрики, я испытал огромную гордость за наш металлургический магнитогорский комбинат, который реально делает мощные шаги для улучшения экологии в нашем городе. Слой у моей этой встречи и запуск в строй долгожданной пятой аглофабрики стали большим событием, которое надолго останется в памяти и принесет серьезные изменения в жизнь всего города. Татьяна Артеменко, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.